Микс Ньюс У нас гости! Ребята! А это я ломаю же! Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 9 Да, еще раз добрый день уважаемые радиослушатели Как мы уже анонсировали, президент Итеры и заместитель председателя Национального комитета Всемирного энергетического совета Юрий Савицкий Я думаю, хорошо вам известный у нас в студии Добрый день! Я не случайно вторую должность назвал поскольку на прошлой неделе был очень интересный форум Вот как раз Всемирный энергетический совет здесь заседал в Риге в здании Лотэнерго Два дня были интересные дискуссии Может быть с этого и начнем Буквально несколько слов об этом совете Потому что вполне возможно, что наши радиослушатели о нем не слышали Да, но называется World Energy Council Energy Потому что у нас два слова есть Энергия и энергетика, правда? Но это называется по-английски Energy Council Это Всемирная организация, которая была организована в 1924 году Одна из старейших, я бы сказал Одна из старейших Объединяет 90 стран И в нее входят вот 3000 членов И вот Латвийский национальный комитет Нас там 12 человек Вот это как раз и есть те члены, которые формируют этот орган Хочу сказать, что даже Эйнштейн выступал на одном из съездов Который организовывал Вот это я не знал Да, 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 да Еще интересно, что вот сейчас Буквально 12 сентября, по-моему, будет 8 по 12 сентября Будет очередной съезд, который проходит раз в три года В Будд-Абудабе И, конечно, президент Арабских Эмиратов будет открывать и выступать там И вообще не хотят сделать Самый значительный съезд С эпохи, когда это вообще было И вы тоже полетите Да, я туда полечу, потому что там будет очень интересно Там где-то около 10 тысяч, представляете 10 тысяч вместе с выставками будет 10 тысяч участников Это огромнейший ивент, как говорят Да, огромнейшее такое Мероприятие, да? Да, да Огромное, которое будет, ну, во всем мире очень звучать Ну, я главное сказал Значит, мы, как национальный комитет Поедем с профессором доктором Наукзелтиншем Мы там двое участники Вот, ну, это вот будет интересно Потому что там обсуждаются вообще Все главные мировые энергетические проблемы Но так как энергетика вообще, как отрасль Основная фактически из всех отраслей Без нее ничего не мыслимо, правильно? Нет Тогда вот считайте, что все мировые проблемы Там будут и обсуждены Самое главное название этого съезда Называется, это будет Energy for Prosperity По-русски перевести это значит энергия Или энергетика для благосостояния, благополучия Всей земной цивилизации Вот это примерно так звучит Если мы говорим о том, что обсуждалось в Риге Что для нас важно? Что вообще нужно понимать жителям Латвии? Ну, вот смотрите Сейчас перейдем к нашим региональным Потом, может, к латвийским проблемам Но хотелось бы сказать, что вот там обсуждаются Мировые проблемы Но сегодня мир настолько маленький Глобализация затронула все Что все, что там будет обсуждаться Касается Латвии Я хочу только сказать, что вот мы Настолько стало все едины Вы же понимаете, что песок из Сахары Выпал, например, в швейцарских Альпах Да? Да Из-за этого что случилось? Стало все желтым И начал таять снег Начал таять снег И залило там очень много деревень И так далее То есть мир очень глобальный В Хорватии, например, постоянно приходят Из пустыни песок и так далее Если мы сейчас не будем говорить, конечно О этом страшном чудовище Пластмассовых этих континентах Которые плавают по морям и так далее То есть мир абсолютно единый Все, что будет происходить в Абу-Даби Это касается и нас Вот это глобально все стало И мы должны понять Что вот для развития цивилизации Мы должны понять Или мы эти глобальные проблемы решим Все вместе взявшись за руки Или все-таки нет такого Что кто-то будет жить хорошо А кто-то будет жить очень плохо Тогда это приведет 100% к какой-то катастрофе Говоря все-таки о Ватвии Вот что вы подчеркнули, может быть, из этого заседания И вообще, что для Ватвии важно Какие основные у нас проблемы сейчас, на ваш взгляд? Ну вот, смотрите Это была конференция Регионального уровня Присутствовали эстонцы, литовцы, латыши Финны Да Немцы И, конечно, руководитель Европейской этой организации То есть были представлены Латтэнерго, Латвия с газа, Газум Значит, Рига Силтумс И, в общем, крупные компании из Эстонии, из Латвии Ну, смотрите Потихонечку мы пришли к выводу Если вы хотите про Латвию сказать Что у нас Из всех прибалтийских республик Более-менее хорошо Особенно у нас хорошо С электричеством Мы, во-первых, очень зеленые Благодаря нашим Станциям Кегунс Рижская Плядница И так далее И мы фактически Одни из самых зеленых В этом плане Возобновляемых зеленых В Европе Что бы там ни говорили Знаете, как в Европе Мы вот самые большие И нам еще просят Давайте добавить еще 5% У кого вообще там 7% Из обновляемых Им добавляют там полпроцента Один процент или как-то Ну, по той же системе Чем лучше ты работаешь Тем больше на тебя будут нагружать Ну, и в этом случае Латвия Это раз То есть, мы в этом плане зеленые Вместе с тем У нас есть такой план 20-30 Который обсуждают все Европы По энергетикам Наверное, это знаете, да? И все государства Евросоюз сейчас обсуждают эти планы Потому что частные То есть, государства Члены Евросоюза Эти планы отправили в Европу Там соответственно Органы смотрели И со всеми соединениями Теперь прислали обратно Чтобы у нас Министерство экономики За это отвечает Будут рассматривать Вместе с учеными С клерками и так далее Что там на Европе Советуют Европа советует По сравнению с тем Что мы сами придумали Ну, так вот Про электричество У нас все хорошо Мы зеленые, я уже сказал Второе Мы практически Практически Там себя обеспечиваем Единственное, что Часы пик Хочу здесь сказать Что господин Микельсон С которым был Шеф Латвина Спасибо большое Муза ТЭЦ-2-2 Если бы он Он не построил Это была большая проблема Сегодня Мы покрываем Даже в часы пик Почти Всю необходимость Электричества Но, однако Все равно Не хватает То есть Вот мы сделали Старп с объединами Да? Кабульский Вы говорите Межсоединение 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 Они тоже в часы пик Даже когда у нас надо Нам нужно смотреть Электричество Не покрывают Следовательно Потихонечку Все эксперты Приходят к выводу Что нам не хватает Примерно 150 Еще 200 мегаватт Что мы полностью Были спокойны То есть Не зависели От Импорта Скажу так Литва В точке зрения Электричества Абсолютно Зависит От Импорта В Эстонии Сейчас какая проблема Они Производились Сланцевого угля И все время Выкручивались Таким образом Что не платили За загрязнение Все время Что-то придумали И Европа На них так смотрела Теперь Европа Сказала все Надо платить За загрязнение Как только Они начинают Платить за загрязнение Таким образом Они не вхожи в рынок Им надо закрываться Все Они не конкурентоспособны Неконкурентоспособны Потому что Они не могут Произвести электричество И плюс Доблатить Там Энное количество Евро за то Что Они загрязняют Природу Так что У них тоже Будут проблемы По электричеству То есть По электричеству В этом плане Мы В очень хорошем положении Да Про газ Про газ Это отдельная история Это отдельная история Да Но про электричество Еще хочу сказать Чтобы вы больше К этому не возвращались Сейчас пошла дискуссия Что вот Литовцы сказали Что не будут Закупать Белорусское Электричество Потому что Они против Строительства Атомной станции Близко Границы Литвы И так далее И я Я даже пошутил На конференции По этому поводу Я сказал Что вы не бойтесь Не надо закупать У вас белорусов Потому что Немцы Или Словакия Или Чехия Купят И продадут вам Так что Не расстраивайтесь Будет как Ситуация на Украине С газом То есть Российский газ Они не потребляют Они потребляют Российский газ Который им продают Европейцы Поэтому я их Немножко успокоил Конечно все Начали Хихихать Что касается Латвии Много было Как мы знаем Решений Изменений В газовой сфере Про газ Сейчас говорим Про электричество Закончили Может быть еще Потом вернемся И наши радиослушатели Нас вернут Все таки К рынку газа Что сейчас происходит Вот так вот Если можно По полочкам В результате Освобождение рынка Появилось Очень много Посредников Некоторые Хаус рынки Якобы Сказали Что цены Снижатся Вы понимаете Что цены Снижаются Не поэтому Нет Потому что Вы знаете Я уже сто раз Ты говорил Цены привязаны К мировым Конечно Ценам нефти И дизельки Там огромнейшая формула Биржи и так далее Ну в Латвии По газу Могу сказать Так Какая-то Объединенная Резберика Но самая Опасность Заключается в том Что мы можем Потерять Инчуканс Если мы Не будем Наполнять его Каждый год Достаточным Количеством газа Даже потерять Ну как Вы понимаете Там же Физические процессы Вы все время И это Мы правительство Наше мы говорили Экономическое министво Вы должны принимать Меры такие Чтобы мы Инчуканс не потеряли Достаточно Один раз Опустить На достаточно Низком уровне Потом Инчуканс Станет бесполезным Он не сможет Выдавать То давление Обеспечивающиеся Скажем Я же не говорю Латвию Это еще как-нибудь А там Скажем Как мы сейчас Запланировали Через интерконнектор Финляндию Эстонию Как мы всегда Знали Еще качали назад Газ в Россию В Россию Под миллиард Даже иногда Качали газ Инчуканс работал колоссально Был развит Вот Но сейчас требуется Больше 100 миллионов инвестиций Там все это запланировано Нет вопросов Но главное Надо Закачивать газ А кто сейчас За это отвечает А я вам сейчас скажу Вот закачка газа Тут интересно получается Закачивать газ Могут только большие компании У которых много денег Вы должны заплатить Предоплату за газ Вы должны заплатить Таможню Вы должны заплатить Транспорт И так далее Какой должен быть оборот У компании И тут начинается Когда вы газ покупаете Зимой или летом А сейчас например Трубопроводный газ Дешевле чем зимний газ Правильно Значит вы сейчас Очень шустрите Работаете А зимой Кто будет отвечать За зимние поставки газа Поэтому правительство Вот сейчас И должно думать Министерство экономики Как выйти Из этого положения Например Госпожа Коттана Которая Значит руководит Всем этим делом Очень умная Женщина Понимает это И пишет соответствующие записки Она выступает на конференции А это министерство экономики Дорогие друзья Да Что министерство экономики Государство должна принять Такое регулирование Что если вы хотите Торговать газом Пожалуйста Какой-то Квоту газа Закачивайте туда И держите его туда Для безопасности Иначе зимой Мы не сможем Газ подать туда Куда запланировали В актистике Я так понимаю Что все равно Надо будет обращаться Или я не прав В газпром Для закачки газа У которого есть опыт Средства и газ Вы знаете Газ вообще закачивается Русский газ Или российский газ Российский газ Правильно Сейчас уже Немножко сложная ситуация Потому что Есть в Клайпеде Как вы знаете Индепендент Да Это перевалка Г-терминала Правильно? Жиженного газа Тут я хочу сказать Вот литовцы Сейчас там дискутируют Что АЛТШ с ними Солидируется По отношению Электричества С Беларусью Вы-то знаете Что происходит Хочу сказать Про литовцев Что они Призывают За солидарность Только тогда Когда им это выгодно Когда они строили Индепендент Помните Как история была Да Когда Европа Сказала Что самое хорошее место Для терминала Анджелатвия В том числе Рига Они быстренько По солидарности Отказались Втихую ушли Сделали у себя Индепендент И потом Пытаются получить Региональный статус Этой перевалки Зачем Региональный статус Для того Чтобы получить Деньги от Европы Естественно Ну вот Вот вся солидарность Умно Общая солидарность Поэтому Когда они говорят Про электричество Чтобы они не солидарны С ними То К ним очень много Можно претензий Придавить Одна из них Литовцы Меня спросили Есть как бы Общий рынок Да Который объявили Общий рынок Действует только Между Латвией и Эстонией С Литвой Общего рынка Нет Ни Латвия с газом Ни другая компания В Литве Поставить газ Энд юзером То есть Окончательным Подробителем Не может Почему же Причем Нет никаких Официальных документов Просто сказано Политически Не покупать Газ ни у кого Кроме своих компаний И все Латвия с газа Ничего не может продать В Литве Вот вам Весь Общий рынок Вот И понимаете Как получается Тогда Мы даже на конференцию Обсудили Может быть Нашим посоветовать Министрам Экономикам Такую ситуацию Если вы будете Так тормозить И не выполнять Рекомендации Того же Евросоюза Так мы тоже Какие-то отдельные действия Можем предпринять У нас же тоже должны быть Свои национальные интересы Ну например Давайте мы поставим Тогда Другой тариф Другой тариф Для Тот газ Который идет Из Экзенда Другой тариф Хранения его В Инчукансе Ну а почему нет Извините Если уже Нет уже Общего рынка Значит Каждый отвечает за себя Значит мы А это наше богатство Инчуканс Мы у себя можем Значит принять Какие-то меры Для протекции Своих интересов Конечно А кто может принять Это решение Министерство экономики Правительство Министерство экономики Правительство Мы должны Я должен сказать Вообще Учиться начинать защищать Свои интересы Мы их С этим у нас было Как-то не очень До сих пор Как-то вот не очень Все эти годы Мы как-то надеялись Что Европа нам поможет Правильно Хорошо Но мы Мы видим как другие Работают Мы видим как другие Посмотрите по лике Построили суперинфраструктуру За счет европейских денег Посмотрите там Я не знаю На Португалии Какие дороги отстроили Там Хорватия и так далее Все умеют защищать Свои интересы Поэтому мне тоже пожелание Нашим молодым депутатам В том числе и старым Особенно вот молодым Которые сейчас в Сэме Научиться Их много сейчас Научиться защищать Свои интересы Не бояться этого Как только Станутся користные Интересы Выше Выше государственных Начинаются проблемы Ну вот Поэтому к Литве Можно предъявить Очень много Претензий С точки зрения К1 говорят Что мы должны Этим быть солидарны Пусть они с нами Проявят солидарность Хоть по одному вопросу Я не говорю Живные дороги Не говорю Живные ловли И очень многие Другие вопросы Продолжая вот эту тему Мы же помним Когда это все началось Разделение Вот этой газовой инфраструктуры Нам говорили Все эти умные Красивые слова Либерализация рынка газа Свободный рынок Он вообще действует Вообще Реально Ну смотрите Газ идет фактически Вот independent Это литовский Да Терминал Самая хохма Заключается в том Если я так выражусь Что они закупают Российский газ А Это индивидуальный У наватека Значит Американского газа Пока нет Хотя может прийти Но сейчас ситуация С газом Немножко все сложные Потому что Очень много газа Сейчас на рынке Да Но в принципе Закупают статойл Это норвежский газ И российский газ Другого газа Извините пока нет Норвежский довольно дорогой Я так понимаю Статойл да Ну смотрите Но президент Компании Газпром Миллер Заявил в интервью Что не ожидайте Что российский Трубоповодный газ Будет конкурировать С газом ВНЖ Этого вы говорите Не ожидайте Потому что понятно Получается так Если на Ватек Закачивают Через литовский терминал В Латвию Через литовский газ А трубоповодный газ Где-то до места Какой газ Чего стоит И мы знаем Как это происходит Поэтому Я то понимаю С другой точки зрения Вот политику Правительства Литвы Они вложили Очень много денег В Индепендент Правильно И они должны Отработать Деньги Вот они это Пытаются делать Говорят Вежим компаниям Потребляйте газ Даже если он выше По деньгам Но все равно Чтобы заплатить За вложенные деньги А в результате потребители Тоже должны За конечный газ Платить дороже Естественно Причем они социализировали Социализировали Эти таксы Вы понимаете О чем я говорю Да Они предложены Все население Да Не то что ты потребляешь Газ ты больше платишь Нет извините Литовцы приняли решение Большие компании Газа покупают Газ дороже Государство Компенсирует Откуда Из бюджета Как составляется бюджет Налогоплательщики Значит все налогоплательщики Независимо Если потребляешь ты Газ или нет Платишь за более дорогой газ Нормальная ситуация Рыночная Рыночная Очень рыночная ситуация В европейской стране Да Не очень справедливая Но очень рыночная Но очень рыночная Что касается Латвии Все таки Как вы видите Будущее Вот этого газового рынка Я почему спрашиваю Потому что здесь тоже у нас Определенные Я так понимаю Предприниматели При поддержке Определенных политиков Мы даже знаем их имена Да Они прямо в предвыборных Программах это писали Что надо вот срочно нам Вот этот терминал Жижного газа Построить скутой Я правда не очень понимаю За какие средства Надеюсь не из нашего кармана Хотя всяко может быть Вот как вам это видится Ситуация с этим Со скутой терминалом Вы знаете я Вообще он бесполезный С точки зрения уже Экономики Экономики Абсолютно бесполезный То есть в нем нет Никакой потребности Никакой Я думаю что какая-то Группа людей умные Связанные с финансовыми кругами Связанные может даже С политиками Они просто хотят Заработать деньги Но зачем Есть индепондент Который может качать 4 миллиарда документов Газа То есть хватит и Латвии Хватит и Латвии Если общее потребление Скажем Латвия Литва Эстония Плюс Финляндия Больше 4 миллиардов Да только 6 Раньше было 8 Да Раньше была Финляндия Потребляла 4 Мы где-то все вместе Взявшись за руки Тоже 4 Было 8 Сейчас немножко упало Там 6-7 Извините Через Газпромовский газ По дурбопроводам То же самое Зачем Скулт И портить То есть места на рынке Фактически нет Места на рынке Нет Ну вот вы знаете Много таких политических решений Принимается Что-то надо Но хотят заработать На строительстве Например того же терминала На строительстве Дурбопроводов Ну вот Какие-то такие проекты Существуют И сейчас они Но в принципе Экономического обоснования Этого проекта нет Кроме того Думаю население будет против Потому что все-таки Очень это Вредит Внешней среде А там Штациональный парк Люди живут там Ну это Хоть как вы Пытаетесь Это все Сделать По вашему Экологично Но в результате Вы же понимаете Там будет терминал Я правильно понимаю Эту технологию Что все-таки Это жиженный газ К нам Нам же напрямую не идет Его уже еще Преобразовывать Я так понимаю Это просто Это просто Приводится значит Терминал Там регазификация Он приводится При температуре 163 градуса Примерно минус И когда вы его отпускаете В свободное такое Так сказать Называется процесс Регазификации Он из жиженного Из жиженного газа Превращается В паровидное В газовое состояние Но все равно же Инвестиции нужны Что все это сделать Большие Большие Там же нужно Соответствующие Компрессоры Турбопроводы Там целая структура Конечно Обязательно Без этого никак Ну вот на этом Люди хотят Может заработать Потому что Какие-то фонды Будут их финансировать Надеются Что вот С точки зрения безопасности Можешь придумать С точки зрения безопасности Кроме российского Турбопроводного Кроме Индепендент Нужна еще одна возможность Пожалуйста Давайте И инвестировать деньги Если денег много Надо куда-то их деть У нас много звонков Одевайте пожалуйста Наушники Я думаю Что примем Успеем принять Добрый день Слушаем вас Пожалуйста Добрый день Добрый день Константин Литовцев можно понять Я бы даже пожелал Чтобы у нас Был такой подход Шкурный В руководстве Государством Чтобы защищали Как вы правильно сказали Наш интерес И терминал Индепендент И железную дорогу Разобрали То есть мы все помним Эти вещи Что литовцы Дуют только на своем улице Нам бы чуть-чуть Такого добавить Подхода Но вопрос у меня другой Вот после Запуска Северного потока 2 Как может Цена газа В Латвии Конкретно Измениться Ввиду Полной независимости Автономности Теперь маршрута Поставок Отсутствие необходимости В Инчуканце И так далее Не может ли быть Такая ситуация Что Газпром Сдует цену По своему усмотрению А Латвии Крыть будет нечем В результате Полной ненужности Своей Спасибо Спасибо Да Ну тут Один вопрос Несколько На самом деле Значит Нордстрим 2 Никак не будет действовать На Латвию Потому что Через Латвию Через Инчуканц Мы никакой газ На Европу не поставляли Мало того Мы из Европы Тоже никогда Газ не получали Потому что Нету соединения То есть в принципе Это изолированный Планет Это изолированный Идет в Европу Другое дело Что мы не заработаем На этом А могли бы Я так понимаю Да Слушайте Когда-то был Такой план Что Нордстрим 1 Нордстрим 2 Вообще Может быть Дешевле Было бы Через эти Страны Транзитеры Транзитеры Но россияне Очень быстро Посчитали Сколько это стоит Политически Потом экономически Финанс Это пример Украины Представляете Сколько проблем Нордстрим 2 У нас конечно Никогда не озвучил Был контракт Заключен По формуле Который зависит Я еще раз говорю От мировых цен От мировых цен И так далее Это первое Второе Надо еще запомнить Что Латвия с газа Была Монополия Но забываю добавить Государственно Регулирована Монополия Кстати Да Да Это забыли То есть государство Устанавливает Окончательные цены Для потребителей Это как бы забыли Значит мы платили Рынчную цену Но откуда миф идет Разрешите Я вам поясню Откуда миф идет Что мы платили дороже Вот смотрите Как получается Летом Газа больше И он дешевле И вот тогда На бирже Вы можете купить Более дешевый газ Да Но у нас же Контракт Тругогодичный И мы покупаем Газ круглый год А та цена Которая зимой На бенже Вкрат превышает Ту цену Которая летом А мы потребляем Жигаз зимой Зимой Они говорят Вот сейчас в июне Давайте почему Мы платим дороже За газ Газпром Чем европейские Могли бы купить Да Но тогда вопрос Что будем делать зимой По такой же цене Покупать там На бирже В трассе дороже Те объемы Ведь было случай Когда в Англии Заходил газ За тысячу метров Тысячу евро Извини за выражение Как мы могли бы Такое закупить Ну это вот Поэтому А этот миф Вот Газпром Это вот Монстр Плохой Монстр Плохо делает Слушайте До либерализации До разделения Отвес газа У меня вопрос ко всем Хоть была какая-то Проблема с газом Хоть раз Что-то случилось За 20 Сколько там 5-7 лет Никогда И цены Уверяю вас Были Европейские Или ниже европейских Кроме того Зарабатывали еще на том Что хранили Российский газ Венчукал Вот сейчас проблема Будет Если россияне Будут хранить Свой газ Венчукал Зарабатывать Будет не на чем Зарабатывать Не на чем Поэтому Это Не надо пугать А вообще Вот здесь же Видите Есть и другое Мнение Пессимистическое Что вот Рынок Латвии Не очень большой Ну видимо Литва Эстония тоже И вообще Российские поставщики Газпром Могут Потерять интерес Всякий К Латвии Или Сотрудничество Продолжится На мой взгляд Вы знаете Это было Проблема была Всегда Когда говорили Вот Латвия Очень важный Партнер для Газпрома Я говорю Слушайте Нас забывали Иногда В балансе Газа В Газпроме Потому что Мы потребляли Вы понимаете Да 1.5 1.7 Много 1.3 Слушайте Газпром Оправляет На экспорт До 170 миллиардов Кометров Газа То есть Мы даже Не вписывались Там 1 Процент И мы Там Статистическая Погрешность И мы там Изображали Что мы Очень важны Для Газпрома Для Важных Партнеров Как Очень Многие Другие Но Не Такие Как Мы Тут Про себя Говорили Ну Политика Направлена Сейчас Вот В принципе Такая Европейская Что Давайте Меньше Газа Давайте Больше 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 Зеленой Энергетики И так Далее Про Это Еще Можем Поговорить Но Поменьше Газа Это Понимаете Что Получается Вот В Латвии Газопотребителей 450 тысяч Если Вы Уменьшаете Количество Людей Которые Потребляют Газ Значит Остальные Должны Платить За Транзит Как За Дороги Как За Электричество Вот Есть Структура Чем Меньше Потребителей Чем Мы Больше Платим Любую Структуру Любую Структуру Возьмите Чем Меньше Потребляете Вы Значит Потребление Падло Тех Людей Которые Это Делают Значит Увеличится Автоматически И тут Конечно Вступает Силу Тарифная Политика Потому что Тарифная Политика Государства Может Изменить Вообще Развитие Любой Отрасли Ну Сейчас Поднять Например Цену На газ По тарифам Очень красиво Скажем Вот За транзит Должны Платить И газ Станет Такой Дорогой Что Давайте Все будем Травить Дровами Нормально Так же Можно Сделать Абсолютно Еще Такого А тут Еще раз Скажу Что у меня Прошло В голову Значит Тоже Интересный Момент В конференции Значит Финны Очень хвалили Что они Снизили Там потребление Газа Ну Вот Там были Представители Зеленых Потихонечку Выяснилось Чем Они это Заменили Чем Лесом Вот так Откуда Из Эстонии Российский Газ Заменили Эстонским Лесом Я сказал Слушайте Ну вам же Не хватит Эстонского Леса А они Говорят Ну то есть Вот Представляете Как мыслит Народ Грамотно Правда Да И это Называет Чем Это Плохой Российский Газ Кстати Очень Хороший Для Окружающей Среды Заменили Дерево Которое Как мы Знаем Все таки Не так Мило Действует На окружающую Среду Выбросов Намного Намного Больше Вот Вы упомянули По поводу Скута Как такой Возможно Политический Проект Вот Многие Считают Что Реал Балтик Хотя Я понимаю Что Львину Доли Средств Дает Брюссель Условно Говоря Что Это Больше Политический Проект Потому Что Такая Рыночная Составляющая Там Не Просматривается В Долгосрочном Плане С учетом Тех Вложений Фантастических Которые В этот Проект Кладываются Как Вы Считаете Человек Который Хорошо Разбирается В Экономике Тоже Это Все-таки Больше Политический Проект Или Это Для нашего Комфорта Что Мы До Берлина Очень Быстро Добирались По земле А не По воздуху Ну Вы знаете В этом Плане Я хочу Сказать Что Рейл Балтик Я возвращаюсь К электрической Проблеме Потребует Дополнительно Электрификация Потребует Дополнительно Электричество Поэтому Я говорю Нам Срочно В правительстве Министерства Экономики Надо подумать О строительстве Еще 150 Это сделать На газе Скажут Ну Конечно Советские Срекламируют Свой газ Но В принципе Это Нажал кнопку И все Есть Правильно Все Другое Зависит От погоды От ветра От воды А это Пока Не Зависит Вот Ваш Вопрос Он Довольно Такой Сложный Потому Что Я Застретил Фактически Любой Инфраструктуры Которая Не портит Окружающую Среду Рейл Балтик Отчасти Но В принципе Свяжет Но Слушай Никому не секрет Что это говорят Военно Стратегическое Разначение Военно-политический Проект Потому что Колея будет Такая Как на Западе Что быстро Привезти Соответствующие Грузы В случае ЧП И так далее И вообще Чтобы Чтобы больше Наладить Транспортное Сообщение В отношении Не только Грузовых Таких Цивильных Которые не будут Откуда Да Больше таких Военных Облегчить И так далее Ну вот Он больше такой Я так думаю Другое дело Что военные Об этом не хотят Разговаривать Это тоже понятно Это военные секреты И все такое Тем более Это еще идет С тем Что и полигоны Тут у нас Будет побольше По всей Прибалтике И так далее А значит Должна быть Инструктура Обеспечивает Эти полигоны Я думаю Это идет В этом направлении Все Но для комфорта Улучшится Вы знаете Вот этот Рейл Балтий Который Про Ригу Вы спросите Я тоже спросил Вот будем Перестраивать Женнережную станцию Да Правда Нас Будет там Сносить Нет Это все красиво Но я спросил Одну вещь Это все хорошо А зачем мы все это делаем Для красоты хорошо И мне говорят Для того же комфорта Пассажиров Мы из центра Риги Будем добираться До аэропорта За 7 минут Я говорю За сколько сейчас 15-20 Слушайте Ну это не близко Вот такому Я не знаю Как это обсудить Безумие Какая вам разница Вы добираетесь К аэропорт Когда вы запланировали За 7 За 10 За 15 минут Это что разница Я понимаю Сейчас бы разница Да Поэтому я спросил Слушайте Так может быть В этом огромном плане Запланировали Что через Ригу Не пойдут Больше Эти грузы страшные А маньяк Например Который нас может Уничтожить Сейчас всю Ригу Нет Этого Проект Не предусматривает Я скажу То есть опасные грузы Пойдут все равно Через 7 Как шли Так и идут Но почему Если такими деньгами Запланировали Такие вещи Но сделать Такая по другому Инфраструктуру Совсем другую Уберите Это опасные грузы Вообще Весь груз Заплаток Через Прямо Через Сердце Латвии Через Ригу Нет такого А почему нет А кто это Так все планировал Да будет красивее Будет Но грузы пойдут Те же самые Вот Это же от суд какой-то Да С точки зрения Такой еще Вот экономики Конечно лучше Построить вторую ветку Там Чтобы С востока Шли грузы Там Ну мы говорим Про Китай Про Казахстан Про Россию Да Но тут опять Ставляет политика Потому что Если мы так будем Дальше себя вести Ну Россия строит Свои порты Скажет Ну и зачем нам Через вас грузить Ну и живите Как живите Да Возите там что-нибудь Правильно Возите там что-нибудь Вы привезете Ну вот Как бы так В этом плане Довольно Так пессимистически Вижу Потому что Ну Я не знаю Я вот уже давно говорил Слушайте Если мы забыли Что мы мост Между западом и востоком Так давайте хотя Дружить с соседями Причем с такими соседями Которые Ну извините Ресурсами Самые богатые в мире С этой точки зрения Вообще нам повезло А мы что А мы не используем Все заботятся о том Подорваться к ресурсам Посмотрите сейчас на Индию На Китай Все бегают за ресурсами Европа А мы говорим Нам не надо Я не думаю Что такая Такая Долгосрочная Я думаю Что все-таки Прагматизм возьмет верх Да вот Как раз вы предварили Мой вопрос Все-таки Не могу вас не спросить О латвийско-российских отношениях Может были какие-то сигналы Что хотя бы в этом году Хоть одно заседание Межправкомиссии Провести Межправительственное Что хоть как-то Мы начали двигаться Ну В фактическом смысле Что касается экономики Понимаете Что с учетом политики Вряд ли мы тут прорыв какой-то Сделаем Одни в Латвии Да Вот как вам кажется Идет что-то в этом Хоть какой-то позитив В этом году Стоит ожидать Или вот эта вот Санкционная война Такая беспросветная Продолжится Ну вы знаете Я хочу сказать Что если мыслить Большими категориями Вот как китайцы мыслят Тогда когда-нибудь Прагматизм возьмет верх А вот краткосрочно Я вижу большие проблемы Ну слушайте Когда Португалия решает Про санкции Против России И мы их выполняем Это не глупо вообще Да Где Португалия Где Россия Ну слушайте Для Португалии там все равно И для таких там еще многих стран Мальта там приедет Ну у них вообще ничего нет С России Или там чуть-чуть А мы же были завязаны Очень сильно И мы Мы же понимаем Что процветание Зависит Наше благосостояние Процветание Очень многое зависит От российских отношений С Россией Нет Мы говорим Нет Мы бежим Впереди санкции И всякие такие вещи Ну большое Такое Развитие Думаю Что Латвийский народ Латвийский народ Выживет Хотя вот Тяжело Потому что Так как мы делаем Ну я сейчас возвращаюсь От другой политики Сколько уехало И как возвращается Как территория осваивается Что такое Ну вообще Вот как человек Которого всю жизнь Предпринимательства Ну все таки Естественно Все эти Причины связи В экономике Понимаете Есть Как вам кажется Есть у нынешнего правительства Такое понимание Долгосрочной Экономической стратегии Мы сейчас о политике Не говорим Какая должна быть Налоговая политика Как возвращать людей Как привлекать инвесторов Потому что все время Кричим Ну вот сейчас Инвесторы прибегут Вот сейчас Мы не знаю Слушайте О каких инвесторах Вы говорите Если все время Турбят Сейчас Россия Придет Ну какой нормальный Инвестор Придет Будет вкладывать В Россию Деньги Если завтра Придет Россия Все отберет Ну вот подумайте Вот я вот спрашивал Я иногда спрашиваю себя так Вот сколько людей Те которые уехали Уж 500 тысяч из Латвии Сколько экономических беженцев Сколько других А я спрашиваю еще Сколько военных беженцев Говорят Что такое военные беженцы Я говорю Слушайте Ну вы же людей запугали Если россияне придут Будет здесь война Что делать нормальный человек Убегает Кто-нибудь посчитал Провел вопрос Сколько людей убежали Потому что боятся войны Боятся этих зеленых Человечек Которые боятся Да Они же рассказывают Что сейчас прилегут Зеленые человечки Ну и как любой инвестор Который посмотрит Понятно глобальные Политические Глыбы рассматривают По другому Большой перспективе Большой политик Глобальный и так далее Но нормальные инвесторы Которые важны Для Латвии 50 100 миллионов 200 300 Такие Он сто раз подумает Чтобы сюда прийти Как это защищается И так далее Тем более им сказали Что не резиденты тут не нужны Нам же и сказали Что не резиденты тут не нужны Слушайте То что вот с банками Чего это Отдельный сектор Да Это вот такая теория И тут один и второй умник Из банковых секторов Говорит Конечно Мы должны обслуживать Только своих Я говорю Извините Значит Значит Латвийская железная дорога Должна ездить только по Латвии И как она будет выглядеть Илгава Рига Рига Резакна И Сау Красты Примерно так Так А кто их будет финансировать Слушайте Ну это же смешно Как же Женедорожные перевозки Они всемирные Так и банковские переводы Они должны быть всемирные Любой банк должен зарабатывать деньги Другое дело Что там какие-то грязные Это другой вопрос Это другой тем Болитесь с этим Болитесь с этим Ну закрывать и сказать Что вот вы должны Только заниматься этим Но они действуют На самосознание Людей Ну Людей которых вообще денег нет В банке Им же Им пофигу Конечно Они скажут Давайте перезакрываемся И вообще надо Все отобрать Банки ликвидировать И долой богатых Это еще может произойти И с такой политикой Мы видим Каждую неделю У нас какие-то новости Да Происходят Был банк И нету банка Да Есть банк И нет банка Ну И не дают Я не знаю Но другие-то банки На этом как-то Они же клиентов берут Берут Они зарабатывают Это же с той же серии Что вот есть литовцы Умные литовцы И не совсем Думающие о себе латыши Это где-то вот Из этой серии получается Еще один звонок Мы успеем принять Добрый день Слушаю вас Пожалуйста Добрый день Добрый день Господин Вот буквально Во время вашей передачи Мне звонят Из-за Брателекома И предлагают Электроэнергию У них Приобрести Так сказать Переключиться Как вот ваше отношение К таким нож Появляющимся Ну Поставщикам Да Понятно Да Сейчас многие Мы знаем Что эстонцы Здесь активно работают Тоже предлагают Как вы к этому Отпишитесь Да Я сниму Да Слушайте Это вопрос очень интересный Потому что Вот смотрите Вот есть два потребителя Электричества или газа Немцы И итальянцы Итальянцы Раз в год Заключают договор С серьезным потребителем С серьезным поставщиком Электроэнергии или газа Идут пить вино И кушать оливки Немец Сидит у компьютера И каждый месяц Переключает договора И смотр Где же немножко дешевле И вот он сэкономит Какие-то деньги За этот год Не считая Сколько он потратит Времени Не считая Сколько он потратит Электричество И всего остального Это чистый подход Я за серьезные Большие поставки Газ Электричество Это очень серьезные вещи И прыгать И бегать И искать Кто дешевле Есть же такие хитрецы Которые умники Он ночью покупает Электричество А днем продает Ну вот Значит у таких Вы можете купить Но один раз Когда нужно будет Он вас подведет И тогда будете Возглянете К серьезным Нормальным потребителям И Те которые торгуют Нормальные объемы газа Это Латвенерго И так далее Так что Вот это Менталитет Может быть Такой последний вопрос Фактически он очень важный Для жителей Латвии Вот вы уже Очень хорошо подметили Что вот пока Еще была монополия Ну и Сотрудничество с Газпромом Я имею ввиду Латвия с газа Вот эти все 27 лет Не было никаких перебоев И все В срок И договора Выполнялись От и до Абсолютно Никуда не денется Не пропадет Он будет всегда Больше Меньше Газ будет всегда Вот смотри Сейчас говорят о ветряках Очень хорошая ситуация Но много что забывают Первое Ветряки не работают Когда нет ветра Где возьмете электричество Мало того Ветряки Когда Очень сильный ветер Опять не работают Там специальное Все это потребление Кроме того Аккумулировать Электричество Мне научились Ну допустим Ветряк работает Классное электричество Идет Его некуда деть Что с ним делать Некуда Значит что Вот придумали Вот Особенно сейчас Дания Придумала новый проект Я уже об этом говорил Мне это Придумали новый проект Давайте мы в то время Когда ветрики работают Да Будем делать Хидрожен Как его По русски Да Ну не важно Газ Не метан А хидрожен Да Ну я тоже забыл Как это переводится По русски Ну не важно Ну смотрите Потому что он У него вязкость другая Да Это первое Его смешать Тоже проблема Но они говорят Он более чистый Да Он более чистый Чем метан Хорошо Значит когда ветрики Будут работать Давайте мы что Производить Вот хидрожен Да Ну Это водородный И потом вот водород И потом этот водород Будем качать куда Ученые говорят Не можете В метановские трубы Нельзя Там вся другая инфраструктура Они говорят А мы построим новую Так это же Сотни миллионов Слушайте Но они богатые Они для себя построят И тогда вопрос Зачем мы присоединяемся Через вот это вот Новое газовое хозяйство Через Литву Польшу К Европе Если в результате У них будет совсем другая Транспортная система Она не будет совместима с нашей Она не будет совместима Там полно проблем Сейчас вот об этом конечно Тоже начинают разговаривать Или другая ситуация Слушайте Вы хотите сделать Чистый воздух Нет вопросов А кто загрязняет воздух Китай Африка Африка загрязняет Воздух Все загрязняет Может быть проще Эти деньги Которые вы хотите Просто выбразить Направить на то Чтобы там меньше Делали что Жгли мазут Жгли уголь Меньше Дизельку жгли Меньше загрязняет Опять глобальный подход Тут к миру Или например Давайте мы сейчас Вот в Париже Хорошо Аккумуляторные Электромобили Очень все классно Вопрос Где вы берете Аккумуляторы Да Берем Откуда вы берете Литий Основную Собственную Часть аккумулятора В Боливии А как там Добывание лития Очень грязное Производство Загрязняется Почерно Значит мы здесь Живем Хорошо В Боливии Пусть загрязняем Слушайте Не пройдет И три дня Неделя Как оттуда Все придет К Европу Естественно Так как с озоновым Слоем Еще тут Понимаете Когда говорят Ветряная энергия Аккумуляторы Солнечные А как Солнечные батареи Как мы потом Это будем Все уничтожать Вот такой ветряк Утилизации Никто не думает Слушайте Нам будет Надо будет Больше электричества Может пять раз Чтобы уничтожить то Что он произведет И как мы его произвели Об этом надо Подумать подальше Пока такого подхода нет Вот та конференция Которая сейчас будет В Абу-Даби Как раз они Такие большие Вопросы задают Вот этим интересно Они сто процентов Качают Отражаться На Латвии Мы должны Хотя бы знать о них И информировать Наше правительство Академиков Министерства Клерков И так далее Не должны мы жить В изолированной мире Юрий Советскис У нас был в студии Президент Итера Большое спасибо